Добрый вечер! Как я и обещала, как все меня и просили, сегодня женский взгляд будет исключительно позитивным. Универсиады же! Мужчины могут не смотреть, а любимые, дорогие мои женщины сели поудобнее, взяли попкорн. Сейчас будет про сексуальные связи с иностранными болельщиками. Жительницы Красноярска готовятся к приезду иностранцев на универсиаду. Специально для этого девушки обращаются в брачное агентство и учат английский язык, читаю я на сайте Проспект Мира. А брачное агентство хвастается, что у них уже якобы даже есть новые специальные женихи из Европы и Азии, которые, опять же цитирую, прилетают к нам в гости совместить два в одном, быть зрителями универсиады и наладить свою личную жизнь. А некоторые красноярки якобы планируют знакомиться с иностранцами прямо на улице. Вот и правильно, у нас же теперь такие улицы, чистые, шампунем помытые, знакомься, не хочу. Возле моего дома даже столб помыли, у меня теперь такой столб, чистый, блестит. Возле моего столба теперь можно свидание назначать, хоть с нашим, хоть с иностранцем, не стыдно. А Проспект Мира, видели, какой красивый теперь. По такому Проспекту Мира не стыдно прогуляться не то, что с иностранцем, а даже будь он тем самым, два в одном, Джонни Депп и Брат Питт в одном флаконе. Правда, злые языки говорят, что такие к нам не приедут и вообще говорят, что иностранных болельщиков будет немного, но это злые языки. А мы-то, девочки, с вами оптимистки, мы же верим в перспективу. Но мы же понимаем, что они, эти иностранцы, как дети, они же здесь от всего в восторге будут. Но вот один из интернет-ресурсов проанализировал отзывы иностранных туристов, в основном мужского пола, на красноярские гостиницы и сделал удивительный, потрясающий вывод. Надо сказать, что свойственное иностранцам смутное представление о современных сибирских реалиях играет красноярским отелям на руку. Приезжающий сюда американец внутренне готовится жить в избе, топить печь углем и питаться жареными на керосинке медвежьими мозолями. И вид выключателя и кондиционера сразу настраивает его на самый доброжелательный манер. Ну вот, девочки, если они от выключателя и кондиционера так радуются, то что ж с ними бедненькими-то будет, когда они наши пироги увидят? А если не поймут, что такое, то мы им переведем, переведем на английский. Прям так и напишем. Уже написали на этом самом английском. Пироги с мясом рисом, пироги с капустой. Нет, ну а что вы хотели? Эпай с кэббедж? Это скучно, никакого иностранца не возбуждает. А пироги с капустой, это возбуждает интерес. Вот здесь-то мы с тепленькими и возьмем. И потом, девочки, мы же с вами понимаем, что наша красота, она сильнее, чем наша ядерная бомба. Если мы захотим, то никто живым не уйдет. Это, похоже, понимают не только иностранные болельщики, но и организаторы универсиады, которые позаботились о безопасности участников и приобрели для них 40 тысяч презервативов. Их бесплатно будут раздавать участникам в деревне универсиады по 10 штук в руки. Количество рассчитывали по опыту летней универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи. Это была цитата. 10 штук на 11, даже 12 дней, не знаю. Похоже, организаторы универсиады все-таки недооценивают в силу нашей с вами красоты. Ну и потом, они же наши, привыкли уже, одно слово, зажирать. Ну и потом, организаторы универсиады, видимо, также недооценивают в силу явлений. А любовный бум, прочитала я в одном умном издании, обычное явление для крупных спортивных соревнований. Но тут, девочки, все-таки надо быть осторожными. Вот мой любимый депутат Госдумы, между прочим, глава комитета по делам семьи, материнства и детства Тамара Плетнева, еще в июне прошлого года перед чемпионатом мира по футболу в Москве, призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами. Мы своих детей должны рожать. Хорошо, если одной расы. А если другой расы, то вовсе. Сказал депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва». Депутат Плетнева сказала также, что она очень хорошо, еще со времен Олимпиады 80, помнит, чем интимные связи с иностранцами заканчиваются. Даже если женятся, увозят. Потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет, плачут девочки, что ребенка увезли. Сказала Плетнева. В общем, девочки, надо быть осторожными. Но мы-то с вами понимаем, что главное – это по любви. И будь что будет. И, возможно, очень скоро проспект мира превратится в улицу Никольская в Москве в времен чемпионата мира по футболу. Тогда про Никольскую писали, что она пропитана пивом и тестостероном. Ну и пусть так даже лучше. На этом все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи!